Добрый день! Сегодня в Казанский федеральный университет с официальным визитом прибыл доктор Клаус Альберт Бауэр, заместитель председателя Европейского форума Восточно-Международной Ассоциации Адвокатов. В рамках его визита были прочитаны две открытых лекции, посвященные роли практикующего юриста в финансовой деятельности организации государства. А сейчас наш уважаемый гость согласился ответить на несколько вопросов в рамках программы «Экономикс». Доктор Бауэр, мы рады приветствовать вас в нашем университете. И в первую очередь хочется узнать, какие впечатления оставило вас пребывание в городе Казань и посещение Казанского федерального университета. Спасибо, что вы спросили эти прекрасные вопросы. Я хочу сказать, что я оставил... Спасибо за такой прекрасный вопрос. Я очень рад посетить город Казань. Я в 90-е годы жил 5 лет в Москве, но, к сожалению, не мог посетить Казань и не мог посетить публику Татарстан. Но когда я принял приглашение от казанского учреждения, я был очень рад его принять. И я с счастьем и с радостью приехал посетить этот город. Я знаю, что в университете учился Владимир Ленин. И это очень знаменательный факт для истории университета. Я очень рада была провести лекции для студентов юридического факультета. Мне сказали, что на юридическом факультете обучается около 3000 студентов. Это очень большая цифра, высокий показатель. Мне очень приятно было проводить лекции для студентов, потому что я видел их заинтересованность, их отдачу, их вопросы. Они очень активно участвовали в проведении лекции. Также я очень приятно был встречен декану факультета. И у меня очень хорошие впечатления остались от пребывания в университете. Большое спасибо. Доктор Бауру, в рамках лекции Вы затронули вопрос формирования российского финансового права и сказали, что в 90-х годах оно претерпевало кардинальные изменения. Если смотреть дальше, то как Вы оцениваете последующее развитие российского финансового регулирования и удалось ли приблизиться к международным стандартам в этой области сейчас? В 93-м году мы в Москве открыли представительство. Офис с юридическими коллегами, с молодыми юристами российскими. И как раз это было в самый период, в самый разгар того момента, в той ситуации, когда был переход от старой юридической системы к новой юридической системе. И этот процесс, он был очень тяжелым и он был очень сложным для российской ситуации, для российской обстановки на тот момент, потому что новая правовая система, она несколько имела другое действие, как старое. То есть они друг с другом, они состояли в таких отношениях, они не соответствовали друг другу. Но при этом старая система, она все еще работала, новая система, она была на новом уровне, то есть это был как второй уровень над старой системой. И, конечно же, тот переход, который за несколько лет совершила Российская Федерация на тот момент, это просто невероятный был процесс, потому что за несколько лет, за столь короткий период, когда многие абсолютно обычные вещи, когда люди должны были торговать на улице, чтобы зарабатывать деньги, что казалось незаконным, это перешло в законное положение, это приобрело законные позиции. И я считаю, что это был огромный успех, в общем, для российской правовой системы. И я хотела бы также сказать, что ведь в России существовала Государственная Дума и задолго до этого. То есть в России писали законы, в России эти законы внедрялись, они там работали. И общее впечатление Запада и Германии в том числе, оно несколько иное. Но я понимаю русских, я понимаю Россию, и я считаю, что даже с точки зрения финансовых изменений, изменений финансового рынка, эти изменения были очень успешными, и они были проведены за очень короткий срок, за очень короткий период. И я считаю, что в дальнейшем, конечно же, да, сейчас мы сталкиваемся с проблемами. Проблемы, они, естественно, есть. И те финансовые кризисы, с которым сталкивается мир, с которым сталкиваются многие страны, они, между прочим, источником этих кризисов было не Россия, а были другие страны. И, то есть, посмотрим, что будет дальше, но, в принципе, я отношусь очень положительно к той ситуации, к тем изменениям, которые происходили в российском государстве. Насколько мне известно, вы автор научных работ, посвященных Международному банковскому надзору. В последнее время появилось достаточно много высказываний по поводу необходимости реформирования системы международного финансового регулирования. В частности, это касается вопросов системы значимых финансовых организаций, теневого банковского сектора, кредитно-рейтинговых агентств. Назрела ли, на ваш взгляд, необходимость более жесткого регулирования и контроля мировой финансовой системы со стороны, в первую очередь, государственных органов и, в первую очередь, международных институтов? В моей кандидатской диссертации я как раз-таки упоминал вопрос финансового регулирования, банковского регулирования. И когда я писал диссертацию, то на тот момент регулирование осуществлялось только на местном уровне и только на уровне государства. То есть тогда банки, за банками происходило регулирование только в том плане, имеют ли банки необходим потенциал для защиты своих платчиков. На данный момент сейчас уже процесс изменился. То есть Европейский Центробанк, он получил не только новую ответственность в качестве ответственности за валюту, но также и ответственность за деятельность крупных и важных банков данного региона, европейского региона. И это очень большой прогресс, так как переход на данный уровень, это уже переход к международному уровню. И я полагаю, что этот процесс имеет положительный результат, так как здесь взаимосвязаны уже несколько сфер, то есть не только сфера банковского регулирования, финансового регулирования, так как все эти сферы взаимозависимы, они влияют друг на друга, то есть результаты и процессы в одной сфере, они затрагивают процессы в другой сфере. И поэтому, конечно же, регулирование на таком уровне, оно необходимо и оно плодотворно. Также я бы хотела сказать, что этот процесс, он еще не завершен, это очень сложный процесс, он будет идти дальше, но тот результат, который мы добились на данный момент, он абсолютно необходим в данной ситуации для нашей реальности. Доктор Бауру, благодарю вас за ответ и за участие в нашей программе. Напомню, что сегодня мы встречались с заместителем председателя Европейского форума Восточной международной ассоциации адвокатов доктором Клаус Альберт Бауру. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok